Меня зовут Джейкоб Орин. Я вице-президент компании Quixi по бизнес-развитию. Quixi — это поисковая система для приложений. Наши пользователи и партнеры получают возможность искать приложения с помощью более мощного, продвинутого поискового решения. Мы собираем воедино множество API и других инструментов, и по лицензии передаем их в пользование нашим партнерам, телеком-компаниям, производителям мобильных устройств и операционных систем. Наши основные партнеры — это такие компании, как Microsoft и Apps.com. Мы видим, что с мобильными приложениями происходит масса всего интересного. Когда мобильные устройства только начинали выходить, двигателем рынка были игры и другие развлечения. Но сейчас все больше и больше полезных функций становится доступно на мобильных телефонах. Это просто взрыв какой-то. Сколько появилось разных способов взаимодействовать со своим устройством. CRM, Data Management, инструменты для маркетинга — все эти вещи, которые раньше обитали исключительно на персональных компьютерах, теперь точно так же работают на мобильных телефонах. Мобильные — это теперь такой же компьютер, который всегда находится рядом с тобой. Вот хороший пример. Как легко показать изменения модели монетизации? Большинство мобильных игр вытягивают из одного пользователя доллар или два, а какой-нибудь каяк зарабатывает намного больше, когда через него просто заказывают билет на самолет. Так что если сравнивать неделю оптивного использования Фейсбука и одну продажу на каяке, второй зарабатывает значительно больше денег. Такое положение вещей сильно влияет на рынок мобильных приложений. Люди стали комфортнее себя чувствовать, покупая вещи с мобильных устройств, взаимодействуя с миром вокруг них при помощи смартфонов. И это самая большая перемена, на которую мы обратили внимание. Если раньше основной частью мобильного рынка были игры и развлечения, то теперь доля функциональных приложений растет с каждым кварталом. И интерес пользователей к таким приложениям, а с ним и количество загрузок тоже растет. Если раньше основной частью мобильного рынка были игры и развлечения, то теперь доля функциональных приложений растет с каждым кварталом. И интерес пользователей к таким приложениям, а с ним и количество загрузок тоже растет. Я думаю, дело в драйвинге инноваций. Повышается скорость реакции разработчиков на обратную связь от пользователей. Только посмотрите, Как обратная связь работает сегодня? Если человеку не нравится продукт, он об этом твитит, постит в Фейсбук, пишет отзыв в онлайн-магазине. На эту обратную связь обязательно надо реагировать. Надо постоянно обновлять продукт, исправлять недочеты, в реальном времени вылавливать баги. А это значит, что нужна более динамичная и очень мотивированная команда разработчиков. Они должны понимать, что нужно пользователям сегодня и как их нужно меняются. В то же время невероятно высокая конкуренция. Пока ты улучшаешь свой продукт, конкуренты уже дышат себе в спину. Для пользователей такое положение вещей только на пользу. Разработчикам сложнее. Нельзя выбрать себе направление и в нем работать. Надо постоянно реагировать на пользователей. Берите и делайте. Не бойтесь. Я вот сделал уже три стартапа и могу вам сказать. Чем быстрее вы выйдете на рынок и опробуете свою идею, тем большему вы научитесь. Нельзя придумывать идею у себя в гараже и сделать все классно. Надо выпустить продукт. Надо, чтобы он оказался в руках у пользователя. Они должны его попробовать, а вам нечего терять, кроме самой возможности. План Б на сайте rbk.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова